Мы изучили команды pwd и ls, но в терминале есть и более длинные, более функциональные команды. Давайте посмотрим на общий вид команды для терминала. Итак, в общем случае команда состоит из названия, далее списка опций, которые определяют, как команда себя будет вести, и аргумент или несколько аргументов, которые показывают, к чему команда должна быть применена. Например, уже известная нам команда ls может быть записана следующим образом. Название команды, опции, а аргументом выступает путь к директории. Если его мы не задаем, то получаем содержимое текущей директории. А если же он задан, то содержимое той директории, которую мы указали. Опции значат следующие. Minus l преобразует вывод в список и добавит дополнительную информацию, например, размер каждой папки и файла. Human Readable сделает этот вывод более красивым, читаемым для человека. А наконец, Minus All покажет все файлы и папки, включая скрытые. Можно заметить, что у коротких опций обычно спереди стоит минус однобуквенных опций, а у опций, где есть больше, чем одна буква, спереди два минуса. Однако можно тоже обратить внимание, что вводить такую команду довольно долго. Поэтому в Linux почти у всех команд есть как длинная версия опции, так и короткая, состоящая из всего одной буквы. Например, эта команда может быть записана следующим образом. минус a, минус h, минус l. Но даже эту запись можно сократить, записав все опции слитно, оставив только один минус, чтобы мы поняли, что это не путь, а именно опции. Внутри этой записи порядок опций произвольный, поэтому такая команда эквивалентна следующей команде. Я хочу еще добавить, что к WandaOS не только три опции, а гораздо больше. Кроме того, у других команд также много опций. Поэтому, чтобы не запоминать их наизусть, всегда можно получить справку. Для этого достаточно выполнить команду man, от слова manual, и имя команды, которая вам интересна. Для выхода из справки надо нажать английскую букву Q. Если у вас включен русский язык, то выхода не получится, поэтому переключите на английский. И, наконец, последние две команды, которые мы изучим, это clear, очистить экран терминала, и exit, закрыт терминал, не пользуясь мышкой, не нажимая на крестик в левом верхнем углу. Давайте теперь попробуем все это на практике. Давайте я введу команду ls, и передам ей аргумент, папку documents. Теперь я введу содержимое именно этой папки, а не текущей. Если я добавлю опцию минус l, то увижу все в виде списка, также добавится информация о размере файлов и папок. По умолчанию размер дается в байтах. Если я хочу увидеть более удобный размер, добавляю опцию h. И вижу размер в килобайтах или мегабайтах. И, наконец, если я добавлю опцию a, то увижу еще скрытый файл и скрытую папку. На линуксе все скрытые файлы и папки начинаются с точки, и по умолчанию ls их не отображает. Наконец, чтобы получить справку по команде ls, запущу man ls. Вижу сначала краткую информацию, зачем нужна команда, а далее список опций с тем, что они значат. Чтобы закрыть, напоминаю, нужно нажать кнопочку Q. Наконец, очистим экран команды clear, и закроем терминал, выбрав команду exit. Продолжение следует...